Что если Антарктида скрывает невообразимый секрет? Что если мы открыли этот морозный континент не в 1820 году, а намного тысяч лет раньше? Если высокоразвитая цивилизация существовала задолго до нашего времени, достигла невероятных рубежей и объездила весь мир? Действительно ли история человечества развивалась так, как написано в официальных учебниках? Или же существуют доказательства исторической правды, которые вдребезги разбивают наше мировоззрение? Если теории, о которых я только что упомянул, кажутся тебе знакомыми, то ты наверняка слышал о Грэме Хэнкоке. Альтернативный исследователь родился в Эдинбурге 2 августа 1950 года и разделил мир на два лагеря – тех, кто отвергает его спорные предположения как абсолютную чушь, и тех, кто верит, что он раскрыл истинное прошлое. Любой, кто уделял внимание на уроках истории, знает, что шумеры считаются первым народом, освоившим шаг к развитой цивилизации. Поселившись на юге Месопотами в третьем тысячелетии до нашей эры, шумеры разработали клинопись, а также бюрократию и систему искусственного орошения. И, по мнению Хэнкока, достижение этих рубежей было отнюдь не таким сложным, как кажется на первый взгляд. Шумерам помогли в их цивилизованном восхождении. Уверенное предположение, которое, по мнению Хэнкока, относится ко всем древним цивилизациям. Но как такое возможно? Основной тезис британца заключается в том, что задолго до нашего времени на Земле жила высокоразвитая цивилизация, обладавшая технологиями, о которых мы сегодня даже не можем мечтать. Однако этот мистический народ был стерт с лица Земли разрушительным всемирным потопом в конце последнего ледникового периода. Но почти, потому что немногим удалось спастись от апокалипсиса и выйти в мир. Там они принесли дар прогресса более простым народам. В ответ таинственным гостям поклонялись как сверхъестественным богам. В подтверждение своей теории Хэнкок ссылается, в частности, на мифологии древних народов. Ведь хотя они жили в самых разных уголках Земли и никогда не встречались, по сути, они знали одну и ту же историю. Историю о всех сокрушающем потопе, из которого вышли высшие существа. Но и поразительные параллели между древними монументальными сооружениями должны свидетельствовать о том, что корни каменных гигантов тянутся к общему происхождению. Это все хорошо, но если мистическая культура предшественницы действительно была, настолько развита, что могла путешествовать по всему миру, где доказательства. Есть ли какие-нибудь записи, которые делают это предположение чем-то большим, чем просто домыслы? Да, по словам Хэнкок, они действительно есть. И человечество знает о них уже много веков. Доказательства здесь. Верный девизу. Как можно изобразить что-то, что вообще неизвестно? Хэнкок ссылается на некоторые загадочные карты 16 века. Вспомни, Антарктида была официально открыта только в 1820 году Эдвардом Брансфилдом. Но как такое возможно, что французский математик и картограф Оренс Файн увековечил массивы суши на Южном полюсе на своей карте мира еще в 1534 году? Он добавил примечание. Недавно открыта Южная Земля, которая еще не была полностью исследована. В итоге мы имеем дело с подробным, красочным изображением, на котором Евразия, Африка, Америка выделены белым цветом. В то же время континент Антарктида, занимающий большую часть нижнего края карты, сияет насыщенным золотым цветом. И хотя в рамке в форме сердца это не так просто разглядеть, Файн очень точно определил реальную форму Антарктиды. Удивительный факт, который также бросается нам в глаза на карте, которую француз нарисовал в 1531 году. Учитывая поразительное сходство карты с реальным антарктическим континентом, мы также можем понять, почему Чарльз Хепгуд впал в состояние благоговения, когда впервые наткнулся на многовековое изображение. Впрочем, это тот самый американский историк, который привлек внимание общественности к загадке Антарктиды своей книгой «Карты древних морских королей» и который в значительной степени вдохновил Грэма Хэнкока. Если взглянуть на карту с точки зрения ее масштаба и уровня детализации, кажется практически невозможным, что она была сделана без конкретной привязки. И хотя наше обычное восприятие истории заключается в том, что она просто не может быть подлинной карты, точность замысла Файна сильно опровергает это. Где же потерянные оригиналы? Но погоди-ка, если таинственная культура предшественницы исчезла со сцены в конце последнего летнего периода, около 10 тысяч лет назад, то как она смогла создать карту с изображением Антарктиды в 16 веке? Но довольно очевидный ответ – она этого не делала. Чтобы понять подоплеку этих изображений, нам нужно совершить небольшой экскурс в более теплые края, а именно на Багамский остров Северный Бимини. У западного побережья острова находится известняковое сооружение длиной около 800 метров, так называемая Дорога Бимини. Консервативная точка зрения заключается в том, что это чисто природное геологическое образование. Однако для Грэма Хэнкока Бимини-Роуд олицетворяет искусственно созданный реликт забытой развитой цивилизации. И хотя сегодня Северный Бимини – крошечный остров, во время ледникового периода он был значительно больше, ведь тогда вся Багамская отмель была еще над водой. Факт, который приводит нас прямиком обратно к загадочным картам. Хэнкок комментирует. На знаменитой карте Пирирейса 1513 года Багамские отмели изображены как один большой остров. Здесь также видна Дорога Бимини. Но откуда Пирирейс мог это знать? Ведь строение находится под водой уже 6-7 тысяч лет. Что же он сам дал нам ответ? Его карта основана на 20 более древних источниках. Но оригиналы с тех пор были утеряны. Пирирейс подозревал, что его оригиналы попали в Александрийскую библиотеку и оттуда были переправлены в Константинополь. Я верю, что кто-то исследовал и нанес на карту мир во время ледникового периода и оставил свидетельство для потомков. Почему карты неверны? Следовательно, тысячелетние оригиналы использовались и для того, чтобы нанести на бумагу Антарктиду. В этой связи Хэнкок приводит в пример карту мира Пинкертона от 1818 года. Хотя это изображение основано на актуальном состоянии исследований того времени, оно показывает нам лишь огромное пустое пространство, где на самом деле находится Антарктида. Учитывая тот факт, что на момент ее создания до официального открытия морозного континента оставалось еще два года, это не особенно удивительно. А вот другая карта, составленная Мартином Вальдзеем Мюллером в начале 16 века, показывает нам массивы суши на Южном полюсе. И, как ты уже убедился, это также относится к работам, созданным Оренсом Файном. Однако критики, которым не очень нравится теория путешествующей по миру культуре предшественников, указывают на то, что в предполагаемых доказательствах есть несколько выпивающих неточностей. Например, поиски Пальмерланда, который является частью Антарктического полуострова, оказались тщетными. С одной стороны, можно предположить, что старые карты Антарктиды были территориальными картами, в которых некоторые регионы были опущены. Например, Канада и Мексика также были опущены на некоторых картах Соединенных Штатов. Однако реки, изображенные на северо-западном побережье Западной Антарктиды, говорят против этого. Это говорит о том, что данная территория была ограничена водоемом, тогда как сухопутная граница между Палмерландом и Западной Антарктидой показала бы фиксированную границу. Однако для Хэнкока подобные несоответствия не означают, что на старых картах на самом деле вообще не изображена Антарктида. Они просто были результатом своего времени. Когда картографы 16 века пытались совместить свои знания со значительно более старыми моделями, результаты порой были очень запутанными. Вот почему погибла передовая цивилизация. Несколько лет назад прогремел захватывающий заголовок. Анализ керна осадочных пород показал, что 90 миллионов лет назад Антарктида была зеленым, болотистым тропическим лесом. И наоборот, не может ли быть так же, что корни загадочной цивилизации предшественницы лежат именно там? Что ж, по мнению Грэма Хэнкока это не особенно вероятно. Если принять общепринятую теорию эволюции, то родословное нашего вида уходит в прошлое примерно на 6 миллионов лет. Но 6 миллионов лет назад Антарктида была такой же холодной и морозной, как и сегодня. Но когда я писал свою книгу «Отпечатки богов» в 1995 году, я все еще очень интересовался Антарктидой. В первую очередь это произошло благодаря Чарльзу Хэпгуду, который выдвинул весьма спорную в то время теорию – теорию Дрейфа земной коры. В то время Хэпгуд фактически предполагал, что загадочная культура жила на севере Антарктиды. Однако смещение земной коры привело бы в движение цепь тяжелых катастроф, которые уничтожили бы антарктический народ. Хотя Хэнкок поначалу принял это предположение, впоследствии он обратился к другой теории. Она носит название «теория воздействия периода младшей Дриады» и относится к загадочному похолоданию между 12 и 13 тысячами лет назад. Хотя в конце в Виехселевского холодного периода Земля поначалу снова потеплела, примерно на тысячу лет она снова вернулась к своим старым морозным образцам. Хэнкок считает, что такое развитие событий можно проследить по столкновению крупных фрагментов астероидов или комет. Когда снаряды из космоса врезались в тогдашние ледяные щиты Северной Америки и Европы, мировой океан испытал значительный приток талой воды, что в свою очередь спровоцировало разрушительный потоп стершей с лица Земли передовую цивилизацию. Брит кратко излагает предысторию этого развития событий следующим образом. Это был очень странный момент в истории Земли. Мировой климат пережил резкое похолодание. И что загадочно, одновременно с этим поднялся уровень моря. Я говорю загадочно, потому что когда Земля замерзает, ты же не ожидаешь, что талая вода попадет в океаны. Теория импакта может объяснить это. Огромного тепла от ударов в ледяные щиты Северной Америки и Европы было достаточно, чтобы высвободить гигантское количество талой воды и перекрыть Гольфстрим. В то же время Хэнкок обращает внимание и на загадочное вымирание мегафауны ледникового периода. За тысячу лет после этого события вымерла вся мегафауна. Неважно, саблезубые тигры, шерстистые мамонты и гигантские ленивцы. Все они исчезли со сцены и не без причины. Они стали жертвами катаклизма периода Младшей Дриады. И, по словам британца, это были далеко не единственные обитатели Земли, погибшие в то время. Любишь знакомиться с историей с новой стороны? Тогда жми на подписку и будь в курсе событий.